Доклад называется «Центр компетенции и новые возможности». Сейчас я в двух словах расскажу, кто мы такие и что делаем, и потом, собственно, о том, какие новые возможности. Созданы мы как подразделение региональной корпорации развития. Занимаемся тем, что оказываем поддержку и содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере АПК. Для этого оказываем услуги и консультационное сопровождение. Если по блокам разбить то, что мы делаем, то наиболее востребованы, естественно, услуги по подготовке и оформлению документов по тем поддержкам, которые уже сегодня упоминались. Это грант на развитие материально-технической базы, грант семейным фермам, грант агростартап и субсидия СПОК. Соответственно, информирование, консультирование. Давно уже приобрели многоканальный телефон, и центр компетенции работает в режиме горячей линии. То есть фермеры, представители администрации, бухгалтера фермеров звонят в рабочее время, всегда мы на связи, и чем можем, помогаем и делимся своими знаниями. Соответственно, туда же к информированию можно отнести введение сайта и телеграм-канала. На телеграм-канале хочу чуть подробнее остановиться. У нас в декабре 2023 года было 175 подписчиков, сейчас уже 421. Соответственно, мы уделяем большое внимание этому средству донесения информации. Там свежие анонсы, новости сельского хозяйства, информация о проведении отборов, формы документов, вся полезная информация, которая необходима. Поэтому очень рекомендую подписаться, можно подойти ко мне, и я подскажу, как это сделать. Методические материалы, сюда же относятся памятки, брошюры. Естественно, все это мы делаем, согласовываем с министерством, потому что там поддержки по их части, и доводим до сельхозтоваропроизводителей. Одно из относительно новых направлений содействия сбыту сельхозпродукции. Здесь мы по мере своих скромных сил ведем перечни сельхозтоваропроизводителей, которые заинтересованы в расширении каналов сбыта, приглашаем на мероприятия, ярмарки, фермерский островок и так далее. Нестационарные торговые объекты во взаимодействии с департаментом потребительского рынка, торговые сети, онлайн-площадки. Сюда же можно отнести содействие созданию новых сельскохозяйственных потребительских кооперативов. То, о чем уже Сергей Викторович упомянул. Приходит человек, говорит, хочу создать кооператив, вот у меня есть, как это называется, инициативная группа, несколько человек, расскажите, какие условия, что для этого нужно делать. Ну и мы тут уже, может быть, не то чтобы запугиваем, но, скажем так, объясняем, какие подводные камни, какие есть условия и что нужно соблюдать. Потому что иногда у людей есть такое воодушевление насчет государственной поддержки. Мы ни в коей мере не хотим его остужать, но, тем не менее, стараемся вооружить людей знаниями, чтобы они понимали, что господдержка, которая предоставляется, в том числе по кооперативам, имеет свои обязательства. То есть, если ты хочешь получить государственные деньги, то будь добр исполнять определенные требования. И не всегда люди об этом знают, и мы считаем своим долгом об этом предупреждать и вооружать знаниями. Ну вот тут небольшая статистика. В 2023 году при нашем содействии было создано 8 спок, в этом году, на текущий момент пока 2. Сюда же относится тоже к одному из блоков нашей работы популяризация сельского образа жизни и агротуризм. Сделали мы в прошлом году, первый раз попробовали так называемый атлас организации, предоставляющих услуги в сфере сельского туризма. В этом году будем его обновлять. Ну и также вот сейчас проходит конкурс в Минсельхозе России на Гранд Агротуризм. Помогаем сельхозтоваропроизводителям сформировать пакеты документов. Обучающие мероприятия. Ну уже традиционный стол на Интераграмаше мы проводим. Участвуем в Донском фермере, конференции сельских кооперативов. Также наши сотрудники в качестве преподавателя участвуют в проекте Россельхозбанка школа фермера. Теперь собственно что нового? Ну все вы знаете уже, что с этого года в соответствии с статьей 78.5 бюджетного кодекса поменялись правила участия не только сельхозтоваропроизводителя, а вообще юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей в проведении отборов на субсидии. В этом году, с этого года, с 24 они проводятся в системе электронный бюджет на портале предоставления мер финансовой государственной помощи. То есть вот эти времена, когда нужно было нести большой пакет документов в министерство, сменились и сейчас нужно этот пакет сделать, но загружать его нужно в электронном виде. То есть какая-то часть документов ушла, например, как заявление и там просто в веб интерфейсе ставятся галочки соответственно. Какая-то часть документов как бизнес план, план расходов осталось, но их нужно в бумаге сделать, отсканировать и загрузить в соответствующий раздел портала. Вот и зная это еще накануне в 23 году в рамках регионального проекта «Акселерация» нами был сделан так называемый центр коллективного доступа. Ну что это такое? Это несколько рабочих мест по принципу каворкинга организованных, куда сельхозтоваропроизводитель к нам в центр компетенции может прийти. Это оборудованное место, компьютер, соответствующее программное обеспечение. Человек приходит со своей флешкой, ключ, электронная цифровая подпись вставляет и может подгружать там свои документы на грант. Вот в частности мы отработали по семейной ферме 7 претендентов, все которые были через нас прошли, соответственно денег хватило на пятерых, вот 5 человек выиграли грант. Всех мы отсмотрели пакеты, помогли, половина из них даже больше загрузили у нас документы. Вот, ну сейчас отрабатываем агростартап, подгрузка начнется с 20 мая, но сейчас активно смотрим пакеты. Это что касается отбора на субсидии. Также из новинок единый лист показателей, тоже наверняка многие уже столкнулись, порядка 150 человек мы отработали в этом году. В чем смысл? У сельхозтоваропроизводителя есть порядка 26 отчетных форм, включая такие большие отчеты, как 10 АПК, 1 КФХ и так далее. И сейчас министерство сельскохозяйства РФ сделало что? То есть вот эти все отчетные формы подтягиваются из ЕЛП, единого листа показателей, которые нужно загружать на платформе АИС субсидии АПК. Соответственно эту работу мы тоже помогаем проводить. Вот 150 человек мы помогли и завели на платформу и помогли заполнить эти листы. Ну и последнее, о чем бы хотел сказать, значит это при тесной поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия реализовываем концепцию консультационных партнеров центра компетенции. Что это такое? Одной из задач центра компетенции является создание системы единой консультационной методической помощи в регионе. Ну есть регионы, в которых штат центров компетенции помогает, ну грубо говоря, в каждом районе посадить по специалисту и то есть они это в лобовую решают этот вопрос. Вот у нас так исторически сложилось, что вот центр компетенции это 4 человека, районов у нас 43, вот поэтому такой способ нам не подошел и вот мы решили, что мы будем подыскивать организации, людей, которые уже есть в районах, это как правило бухгалтера, самозанятые, иногда ИП-3О, иногда на базе учебных заведений, которые оказывают документационное сопровождение, услуги по документационному сопровождению фермерам, кооперативам ЛПХ и мы их будем вокруг себя объединять, проводить для них обучение и они уже в свою очередь на местах будут доносить эту информацию до сельхозтоваропроизводителей. Ну вот это такой, можно сказать, пилотный экспериментальный проект, в других регионах этого нет, ну вот пробуем, сейчас у нас их 14 человек, регулярно общаемся, проводим для них мероприятия, ну и надеюсь от этого есть какая-то польза для конечных сельхозтоваропроизводителей. Наверное доклад закончил, если есть вопросы, можно задать, вот здесь можно по QR-коду подписаться на телеграм-канал, либо ко мне подойти, я подскажу, там дам ссылку на телеграм-канал. Спасибо, задавайте вопросы. Алексей Викторович, почему на осторожность кооперативам? Это действительно связано, как сказали гражданам, связано с тем, что игра не стоит свинчить? Ну, наверное, всех под одну гребенку нельзя, в каждом конкретном случае есть свои причины, но в целом, что я мог бы выделить, почему люди с осторожностью, допустим, смотрят в эту сторону? Ну, во-первых, с ростом численности кооператива, с ростом числа членов кооператива затрудняется управление кооперативом. Если это там ИП глава КФХ или ТРИО, там решения принимаются проще, потому что это зависит от меньшего числа людей. Там есть, условно говоря, хозяин, есть там руководитель, который принимает решения и, соответственно, та или иная линия реализовывается. В кооперативе нет, тут многие решения принимаются общим собранием и поэтому сложнее прийти к какому-то единому мнению. Это один момент. Ну и второй момент, что касается, как я уже говорил, условий государственной поддержки, то есть гранты и субсидии – это не просто деньги, которые тебе дали на «иди, занимайся». Есть условия, есть так называемые результаты и показатели, которые нужно достигать. Есть входные критерии, которым нужно соответствовать, чтобы получить эту поддержку. Поэтому, когда люди все это понимают, ну, они уже взвешивают, они взвешивают, насколько это для них приемлемо. Вот так бы я ответил. Можете назвать типичные ошибки получателя и гранта? На каком этапе? На любом. Вот с чем вам приходится сталкиваться? Что больше всего беспокоит вас у фермеров, которые претендуют на государственную поддержку или уже получили государственную? Ну, давайте так. Вопрос широкий. Я скажу вот то, что сейчас происходит. Как бы сейчас вот мы общаемся с претендентами на грант агро-стартап. Ну и есть, конечно, вещи технические, связанные с невнимательным заполнением пакетов документов. Но, с другой стороны, требовать от сельхозтоваропроизводителя, чтобы он там вникал во все эти премудрости и хитросплетения заполнения документов, наверное, и нельзя. Поэтому и мы существуем, и помогаем им разобраться с этим. То есть, технические ошибки, условно говоря, не те формы документов взяты, пришли с прошлогодними формами документов, либо неверно заполненные, не заполненные все поля, которые нужны в бизнес-плане, не соблюдена процентовка по софинансированию, ну, допустим, 10.90 на агро-стартап или 60 на 40 на семейке. Вот. Какие-то условия не всегда люди понимают, например, там по созданию рабочих мест. То есть, надо понимать, что если это официально создаваемые рабочие места, то это нужно со всеми налогами, со всеми отчислениями делать, а не просто там взять человека и платить зарплату ему. Ну, я бы сказал, самое главное, это чтобы человек на входе в проект понимал, куда он идет и что от него потребуется. То есть, тут мы стараемся в крайности не впадать и не запугивать, но с другой стороны, чтобы и розовые очки немножко снимать, и человек понимал, что вот он столько получает денег, но он должен там создать рабочие места, заплатить налоги, причем рабочие места постоянные, рабочие места, стоим за зарплату не менее мрота и так далее и тому подобное. То есть, он должен сесть и с холодной головой посчитать. И вот если, когда он все понимает и принимает решение, ну, мы только рады, что такие люди есть и пользуются господдержкой. Алексей Григорьевич, я так понимаю, что ваши услуги бесплатные? Да, разумеется, мы работаем в рамках регионального проекта, мы получаем субсидию от государства, Министерство сельского хозяйства и продовольствия является распорядителем бюджетных средств по этой субсидии, да, и мы свои услуги сельхозтоваропроизводителям оказываем безвозмездно. Есть возможность нам оказывать платные услуги, но это пока в перспективе. Мы над этим думаем, но пока на текущий момент бесплатно. А много обращаются к вам ежедневно фермеров или членов кооперативных? Ну, в день, если говорить вот сейчас, когда агро-стартап, то начинается с того, что люди приезжают, особенно из дальних районов, в 7 утра они уже у нас приехали, ожидают, и часов до 10 вечера. Вот когда была подгрузка семейной фермы, когда, допустим, портал закрывает прием, мы там и до часу ночи сидели. Сейчас, ну, в среднем где-то порядка 20-30 звонков в день, ну, и я же говорю, когда идет прием, люди часто идут, когда приема нет, ну, пореже. Ну, пореже.